Всем привет! Меня зовут Евгений и в этом видео расскажу вам о применении цветовых профилей с камерами Canon. Если вы владелец камерой Panasonic или же Sony или Fuji, для вас эта тема будет не так актуальна, как для владельцев камеры Canon. И об этом мы, собственно, и поговорим. Я расскажу, как установить цветовые профили, а также покажу, как ними пользоваться. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Обзор для кроп камер, позже, конечно, сделаю на него обзор, но после того, когда я полностью его изучу и также отъюстирую, потому что у них постоянно такая есть проблема, если вы будете заниматься фотографией и фотографировать не через экран, а через видоискатель, у вас будет или бэк, или фронт фокус. Для этого, собственно, нужна док-станция, которую я уже заказал. И, конечно, когда я все это настрою, я запишу, собственно, обзор на этот объектив. Итак, как вы знаете, я уже давно записывал видеоурок о том, как установить цветовые профили, как их использует с камеры Canon 600D. И, в общем, я решил перезаписать уже видеоурок для 80D, но это также будет актуально для других камер. Первая и основная причина, для чего же нужно использовать цветовые профили, когда вы снимаете видео, все для того, чтобы расширить динамический диапазон. Точнее, вы не расширяете динамический диапазон вашей камеры, но при этом она больше захватывает деталей, как в тенях и в цветах. Если вы, к примеру, будете использовать цветовой профиль авто, он накрутит вам автоматическую резкость, контрастность и насыщенность, которой вы, в общем, уже потом практически ничего не сможете сделать. Если у вас был пересвет в небе, вы просто убираете контрастность, раз и у вас появились детали в небе. Или же возьмем, к примеру, тени. Если у вас что-то в тенях осталось, но при автонастройках камеры это будет незаметно. Опять же-таки, выкручиваем контраст, раз и у вас появились какие-то детали в тенях. Это также касается и резкости, которая предустановлена в вашей камере. Вы заходите просто в настройки и убираете до упора, потому что если вы ее оставите, у вас появятся какие-то артефакты, которые вы уже не сможете убрать. К примеру, там лесенка или же на мелких деталях она начнет, в общем, вот так вот играть некрасиво. Насыщенность обычно рекомендуют выкручивать до половины, чтобы не потерялась информация о цвете, но я также выкручивал полностью и причем сделал неплохую цветокоррекцию, когда снимал первую свадьбу. Теперь мы только что создали цветовой профиль, который я абсолютно всем рекомендую, который очень легко поддается цветокоррекции, наложению всяких лутов или же использованию плагинов. Этот профиль называется натуральный. То есть вы находите у себя в цветовых профилях, там есть у вас авто, там с повышенной резкостью, пейзажный, там портретный. Вы просто находите натуральный и выкручиваете там полностью резкость, полностью контраст выкручиваете и насыщенность где-то до половины. При обработке в Premiere Pro я обычно ставлю резкость на 80%. Это у меня сложился вот такой стандарт после многих экспериментов. Как вы знаете, когда вы заливаете на YouTube, качество картинки портится и плюс он сжирает вашу резкость, причем так конкретно. Я пришел к такому выводу, в общем я ставлю 80%, но это при том случае, если вы снимали в нейтральном профиле, если у вас был авто, там где искусственная резкость, контрастность, то это вам в общем не подходит. Но если вы снимали в нейтральном профиле или с цветовым профилем синий стайл или из си лок, вы обязательно ставьте, ну в общем вы можете ставить какую захотите резкость, но у меня такой стандарт типа 80% и потом и залил на YouTube. И тогда у вас получается более-менее нормальная картинка. Кстати, в данный момент я снимаю это видео с цветовым профилем синий стайл, потом я делаю цветокоррекцию и у нас получается вот такое вот видео. Также я обязательно рекомендую снимать, как я сказал, в нейтральном профиле си лок, я не знаю, он скорее больше подходит в дневное время суток, ночью или в пасмурную погоду там какую-то, он слишком жрет очень много света. То есть, возможно кому-то он нравится, но честно говоря, он мне только понравился, когда я цветокоррел чисто там в солнечную погоду, в днем и тогда более-менее нормальный результат. Касательно цветового профиля синий стайл, он мне больше нравится, чем си лок, но у него есть одна проблема, он слишком жрет именно детали в светах. То есть, вам очень сложно будет настроить, к примеру, чтобы у вас сохранились все детали в небе или же где у вас на какие-то там предметы светит яркое солнце и детали бывают просто пропадают в светах. Поэтому будьте просто аккуратны. Ну вот в помещении, к примеру, вот как вот сейчас, он отлично просто подходит. После него, возможно, немного появятся шумы, но шумы также появляются при использовании в Sony S-Log, потому что он вытягивает по максимуму детали в тенях и в светах. Особенно вот синий стайл хорошо тянет детали с теней, поэтому появляется как бы шум. Ну, когда вы делаете цветокоррекцию, то все в общем пропадает. Итак, первое, для того, чтобы установить световые профили в вашу камеру, вам понадобится бесплатная программа EOS Utility, которую вы можете скачать с официального сайта Canon. Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы долго не искали. После того, когда вы ее устанавливаете, там очень все просто, вам понадобится подключить вашу камеру по мини-USB, которая идет у вас с камерой в комплекте или же не идет. Ну, у меня, к примеру, с 80D не шел, кстати. Остался он от 600D, я в общем этот кабель не отдал вместе с 600D, я его сохранил, потому что он очень качественный. В общем, вы подключаете сначала USB в вашу камеру, потом подключаете в компьютер. Также очень важно перейти на камере в режим M. Еще если на вашей камере присутствует переключатель с фото на видео, установите его в положение фото. Вы запускаете программу EOS Utility, и вам нужно будет выбрать удаленная съемка. Эту программу я активно использую не только для того, чтобы установить цветовые профили в камеру, но и также для того, чтобы комфортно записывать домашние видео. К примеру, сейчас я свой 80D подключил по кабелю к монитору моего компьютера. Через данную программу я себя, собственно, вижу сейчас на большом экране. Собственно, я могу контролировать, как фокусируется камера, как правильно выставить ракурс, настроить баланс белого по вот такой вот мишеньке, которую я чуть позже запишу в видео. Это для настройки, это типа как серая карта, для настройки правильного баланса белого. Потому что мы работаем в помещении обычно при искусственном свете, то есть у меня одна панелька освещает, это Yongno, и позади еще от RGB палка. Также в этой программе вы можете делать очень много полезных функций, не прикасаясь к камере, к примеру, выставить выдержку, баланс белого, там, как я и сказал, диафрагму, ISO выставить, и также нажать REC, чтобы вы вообще не касались вашей камеры. Я сбился немного с темы, в общем, продолжаем. После того, как вы нажали удаленная съемка, у вас открывается окно EOS с вашей камерой, там обычно написано, там, к примеру, у вас там 700D, 650D, там. У меня сейчас в данный момент 80D, открывается такое маленькое окошко, и в котором вы можете уже выставить диафрагму, выдержку, ISO, и также настроить цветовые профили. Также вы можете заметить внизу видео в реальном времени, то есть вы нажимаете эту кнопочку, и у вас открывается как бы то, что видит ваша камера, то есть как бы дополнительный ваш монитор. Опять же таки, о чем я, в общем, и говорил для удобства настройки, то есть чтобы снимать себя комфортно дома. Когда вы нажали удаленная съемка, у вас открылось маленькое окно для настройки вашей камеры, и внизу вы можете обратить внимание, что у вас есть меню съемки. Первый идет у нас стиль изображения, у меня установлен пользователь 1, на этот стиль изображения у меня установлен синий стайл. Как вы знаете, в вашей камере обычно есть три профиля пустых, которые вы можете настроить под себя, а лучше в них, конечно, запихнуть какой-то цветовой профиль для того, чтобы он с вами был. Короче, второй идет у нас настройка. Настройка этого вы можете сразу же в компьютере настроить ваш цветовой профиль, то есть убрать резкость, контрастность, насыщенность. И третий у нас идет зарегистрировать пользовательский стиль. Выбираете, к примеру, один из них, нажимаете на папочку, и после чего вы уже выбираете свой профиль, который вы уже скачали. Кстати, все профили синий стайл, си лок, которые у меня, в общем, есть, я оставлю под этим видео, будет ссылка в описании, чтобы вы долго не искали. Если у вас до этого, в общем, не был установлен цветовой профиль или не был скачен. Так, к примеру, на первый стиль вы нажимаете, там, устанавливаете, выбираете, то есть синий стайл, после чего он у вас уже устанавливается в камеру. После проделанной операции у вас еще остается два пустых стиля, в которых вы можете установить, там, к примеру, си лок, или же вижен колор, или еще какие-то другие цветовые профили. Если вам, в общем, уже больше ничего не нужно устанавливать, вы закрываете программу и также отключаете USB от вашего компьютера, от камеры и выключаете камеру. После чего вы уже включаете, и вам необходимо этот цветовой профиль выбрать в самой камере. Еще один момент, если ваш цветовой профиль не был настроен, вам необходимо сделать это самому. То есть заходите в камере, находите ваш цветовой профиль и также выкручиваете резкость, контрастность, насыщенность где-то до половины и после чего, в общем, сохраняете. Ну, то есть оно автоматически сохраняется. Ну, в основном, разработчики цветовых профилей, они делают это, в общем, за вас. Ну, бывают моменты, что нужно, как бы, подстроить немножко, там, как бы, убрать резкость или контрастность. Второе, вы установили цветовой профиль в вашу камеру, сняли видео, оно получилось так себе, потому что оно плоское, не совсем красивое, и вам необходимо сделать цветокоррекцию. Я буду показывать на примере Premiere Pro, как обычно я и всегда делаю, ну, до этого, конечно, на Vegas делал, теперь перешел на Premiere Pro. Сразу могу предложить несколько вариантов, с которыми вы можете сделать цветокоррекцию. Это полностью ручную, то есть вы заходите, в первую очередь, в кривую, рисуете такую S-образную, чтобы вернуть контрастность и цвета. После чего уже с самим контрастом вы подправляете, обязательно ставите резкость сразу же. Как я и говорил, я ставлю на 80%, вы можете ставить уже, насколько вы захотите. Добавляете цвета и крутите, там, может, какие-то каналы с цветами, для того, чтобы, может, там, если вам нужно сделать картинку какую-то не совсем простую, а с какими-то более, там, не знаю, с киношными цветами. Это, как бы, один из сложных, более, вариантов. Самый легкий, это, конечно, наложить лут. Вы где-то ищете или скачиваете луты, просто кидаете на видео, то есть открываете вкладку с лутами в Premiere Pro, выбираете необходимый лут, накладываете его. Также не забывайте, что вам нужно откорректировать контрастность, экспозицию, тени, ну, и еще кое-какие параметры, ползунки, в общем, нам нужно будет подергать, чтобы картинка стала максимально интересной для вас, в общем. На этом все, надеюсь, мое видео было вам полезным и понятным, если это так, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на канал, если вы это вообще не сделали. Также, если остались вопросы, вы можете задать мне лично ВКонтакте или же под этим видео, я постараюсь всем ответить, я обычно всем отвечаю, никого, в общем, не пропускаю. Если кого пропустил, извините, на то были, наверное, свои причины, возможно, я где-то зашарился. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. Кстати, кто еще не знал, у меня есть два инстаграма, один канал, а второй личный, где я, в общем, публикую о грядущих выпусках видео и всякие там вот интересные штучки. Так что подписывайтесь на инстаграм, я оставлю ссылку в описании. Субтитры сделал DimaTorzok